Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 6 февраля, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания, соборного послания апостола Петра, глава 4 стихи с 12 до конца главы и пятая глава, первые пять стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись. Но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, душу своей, делая добро. Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Спасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыр-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение первого соборного послания Святаго Апостола Петра. И заканчиваем с вами сегодня чтение четвертой главы, и приступаем к чтению главы пятой. Это первые пять стихов пятой главы. И апостол Петр в сегодняшнем отрывке, в сегодняшнем зачале, а если смотреть по тексту и по разбивке на главы, то в конце четвертой главы продолжает тему страданий за Христа. И предупреждение того, что страдания именно за праведные дела, за подражание Христу, это действительно награда, и это наше спасение. Но предупреждает нас о том, чтобы мы пострадали именно как христиане, а не как преступники, воры и убийцы. Во второй же части апостол Петр говорит о служении пастырском, о том, как пастыри должны совершать свое служение, и в то же время, какие отношения должны быть между пастырем и паствой со стороны именно паствы. Итак, конец четвертой главы. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Итак, в предыдущих стихах этой четвертой главы, как раз-таки вчера мы с вами их читали, апостол Петр говорит о страданиях за Христа. И что так было угодно Господу, во-первых, пострадать за нас. И в этом есть великий пример о том, что когда мы страдаем, мы уподобляемся Христу, если мы действительно страдаем, исполняя заповеди Божии и страдаем по причине того, что мы следуем за Христом и не вписываемся в рамки этого мира. Этот мир пытается нас выжечь, каленым железом выдавить именно христианскую этику и христианский образ мысли, богословия и жизни. И как раз-таки вот эта вот аллегория, она присутствует и в 12 стихе. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». И действительно, огонь, как присутствие Божие, как именно испытание Господне, оно присутствует на страницах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, как мы видим. Мы знаем, что Моисею в пустыне Господь открылся в купине неопалимой, куст горел, но не сгорал. Огонь – это признак присутствия Божия. Действительно, то испытание, огненное искушение, которое нам посылается, мы не должны его девиться, мы не должны относиться к нему как к некому приключению для нас странному, как пишет нам апостол Петр в сегодняшнем отрывке. И, исходя из предыдущих стихов, которые мы с вами вчера читали, мы понимаем, что действительно нам нужно понять то, что христианство, оно всегда неудобно. Как нехристианам, так и самому христианину. Это не широкая тропа, где каждый идет как хочет, а это действительно узкий путь, по которому мы должны все следовать за своим пастырем, за Христом. И в то же время апостол Петр говорит о том, что нас ждут эти искушения, нас ждут эти испытания, мы должны понимать, что без них некуда. Но в то же время, но в 13 стих, «но как вы участвуете в христовых страданиях, то есть это искушение, эти скорби наши, это наше подражание страданиям Христовым, и не только страданиям физическим, но и духовным. Вспомните моление о чаши, эту икону. Вспомните эту молитву в Гефсиманском саду, когда со Христа капал кровавый пот. Это внутреннее психологическое напряжение, когда лопающиеся сосуды смешиваются с потом, и идет так называемый кровавый пот. «Вы участвуете в страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». И дальше мы видим параллель с учением, непосредственным учением Господа нашего Иисуса Христа. Если до этого апостол Петр говорил о практике конкретно жизни христиан именно в этот период, в период уже по воскресению Христовым, то есть период уже христианской церкви, то здесь мы видим укорененность предания, о котором пишет здесь апостол Петр, на которую он опирается, апостольскую проповедь, она укоренена прежде всего в этическом учении Господа Иисуса Христа. И здесь мы видим вот эту параллель с Нагорной проповедью, которая есть во всех синаптических Евангелиях, и мы видим ее здесь. Очень знакомые слова. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Вспомните третий антифон за литургией. «Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваше много на небесях». «Только бы не пострадали кто из вас, как убийца или вор или злодей». И здесь нужно понимать, что не всякое страдание нужно воспринимать как страдание в подражании в страданиях Христовых. Нужно страдать именно за исполнение заповедей и за следование за Христом, а не за реальные какие-то проступки, преступления. Не только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Итак, те страдания, которых подвергали христиан, это распятие, различные бичевания, они были не просто жестокими и страшными, они еще были унизительными. И вот христиане не должны стыдиться этого унижения. Наоборот, должны прославлять Бога за такую участь. Итак, страждущие по воле Божьей допредадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. В пятой главе апостол Петр пишет, «Пастырь ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которого должна открыться, пасите Божье стадо, какое вас надзирает за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для глусной корысти, но из усердия». Итак, пастыри должны становиться пастырями по внутреннему велению сердца, по желанию действительно помочь людям и по сострадательности, а не из стремления какого-то корыстного, из-за властолюбия и прочее, и прочее. То, что всегда звучало в церковном предании и зафиксировано канонами, каким не должен быть пастырь. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Итак, мы должны быть примером. «А младший, повинуйтесь пастырям», — говорит апостол Петр. Итак, дорогие братья и сестры, будем следовать за Христом, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова